МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальщики Десногорска откликнулись на обращение. При переходе пешеходных переходов велосипедист должен освободить велосипед и переносить его вручную. Велосипедистам о правилах дорожного движения. На всех абонементах выставки идут под одним названием, которое звучит как чтение в стиле эко. Стартовала неделя детской книги. А теперь об этих и других событиях подробнее. В полиции Десногорска произошли кадровые изменения. Приказом начальника ОМВД России по Смоленской области генерал-майора Василия Салютина на должность начальника отдела МВД России по городу Десногорску назначен подполковник полиции Юрий Гришин. Юрий Алексеевич родился в 1971 году, имеет высшее образование, награжден медалями за отличие в службе всех степеней. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Андрей Шубин подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. А началось оно с минуты молчания в память о погибших в метро Санкт-Петербурга. В своём выступлении Андрей Николаевич остановился на нескольких основных вопросах. Он сообщил, что с 4 апреля в администрации будут работать пресс-служба и общественная приёмная для обращений жителей Десногорска. Доложил, что с 3 апреля стартовал экологический месячник по уборке города и обратился к трудовым коллективам предприятий с предложением подключиться к нему. Сообщил, что в администрации работает антитеррористическая комиссия и призвал десногорцев быть внимательными и бдительными. Сообщать правоохранительные органы обо всех предметах, оставленных без присмотра, а также о гражданах, вызывающих подозрения. В администрации региона подвели итоги внедрения контрактной системы и обсудили особенности организации закупочной деятельности для обеспечения государственных нужд Смоленщины. Администрации области присуждён рейтинг «Высокая прозрачность». В национальном рейтинге регион переместился с 29 на 11 место. В этом году в целях повышения прозрачности прямых закупок по поручению губернатора планируется внедрение электронной системы «Малые закупки», которая уже работает в ряде передовых регионов. За кражу электроэнергии у государства предложили сажать на 6 лет. Депутаты Госдумы от «Единой России» направили поправки в правительство и Верховный суд для получения отзыва. Также депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового. Весной сотрудники МЧС активно борются с поджигателями сухой травы. В марте за нарушение требований пожарной безопасности ими было оштрафовано более 40 человек. С начала весны на территории области зарегистрировано 169 палов сухой травы, а общая площадь, пройденная огнем, составила более 150 гектаров. Жительница 12-го дома 1-го микрорайона почти два года просила спилить раскидистое дерево, которое не позволяло солнцу проникать в ее квартиру на втором этаже. И вот 4 апреля в этом деле была поставлена точка. Все подробности в нашем сюжете. Когда строился город, люди получали квартиры и на субботниках сажали молодые деревца, облагораживая территорию возле домов. Прошло время, деревья выросли и некоторым жильцам нижних этажей стали доставлять неудобства. С каждым днем становится больше и больше жалоб с претензией о том, что деревья затеняют окна. И в их квартирах сырость, естественно, света мало. И дело доходит до того, что они вызывают санэпидеминистацию, некоторые жители, и те дают заключение, что необходимо сделать, чтобы естественного света было много. И как бы ни печально было, но спиливать приходится не только больные и засохшие деревья, а и здоровые. По просьбе жительницы 12-го дома первого микрорайона со стороны дороги рабочие службы благоустройства спилили липу и обрезали нижние ветки на соседних деревьях. Отметим, что обрезка, прореживание и кронирование деревьев будет проходить в апреле во время объявленного экологического месячника по санитарной уборке города. Ветки вывезут на полигон временного хранения и утилизируют. Если же у кого-то из десногорцев появится желание весной посадить деревца, помните, что вначале необходимо получить разрешение у специалистов участка озеленения службы благоустройства. Комиссия выйдет на место, посмотрит, как, что. Если можно сажать, пожалуйста, будем сажать, будем давать разрешение. Если нет, если желание есть, мы дадим место, чтобы они с удовольствием посадили. Рядом с многоэтажками озеленители рекомендуют высаживать низкорослые деревья и кустарники. Представители нашей медсанчасти приняли участие в ярмарке «Вакансий», которая прошла в Смоленской медакадемии на лечебном и педиатрическом факультетах. Семеро выпускников планируют свою будущую трудовую деятельность начать в медсанчасти 135. Для этого им необходимо хорошо сдать выпускные экзамены и поступить в ординатуру по целевому набору. В случае успешного окончания ординатуры через три года мы ожидаем молодых врачей следующих специальностей. Анестезиолога-реаниматолога, двух акушеров-гинекологов, кардиолога, невролога, хирурга и врача ультразвуковой диагностики. С июня у смолян появится возможность летать в Сочи из Беларуси. Помимо этого, летом из Витебского аэропорта будут организованы рейсы в Калининград, Турцию и Болгарию. По инициативе администрации Смоленской области компания «Белавиа» продумывает возможность рейсов из Витебска и в другие регионы страны. С наступлением теплых весенних дней на дорогах и в парковых зонах отдыха нашего города появилось много велосипедистов. Но приобретая двухколесного коня себе или своему ребенку, не все знакомятся с правилами дорожного движения. Велосипед – это в первую очередь транспортное средство, и каждый, кто сел за руль, должен знать и соблюдать все пункты правил дорожного движения. А это значит, что прежде чем отправиться в путь, необходимо убедиться в том, что велосипед исправен. Затем выбрать безопасный маршрут. Велосипедисты могут передвигаться по тротуарам, велодорожкам, если таковые в городе имеются, а с 14 лет и по проезжей части дорог. Маленькие дети в городе могут ездить на велосипеде только в сопровождении взрослого. Хотелось бы обратиться к родителям, более внимательно относиться к своим детям, не оставить без присмотра, также малолетних детей, не отпускать одних на велосипедах. В правилах также говорится, что пешеходный переход водитель велосипеда обязан преодолевать пешком, перевозя своего двухколесного коня вручную. А садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Любое нарушение правил дорожного движения велосипедистам наказывается штрафом в размере 800 рублей. А если он создаст еще и помехи для движения других транспортных средств, то штраф будет уже тысяча. Накануне Дня единения народов Белоруссии и России празднуется 2 апреля. Ярцево Смоленской области и Витебский райцентр «Глубокое» стали городами-побратимами. Муниципальные власти двух городов договорились о сотрудничестве в культурной, экономической, социальной и образовательной сферах. В США установили бюст Юрия Гагарина. Скульптура в память о первом космонавте, совершившем высокий полет, появилась в американском городе Колорадо-Спрингс в преддверии 33-го космического симпозиума. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос». В Демидове собрались театральные и цирковые коллективы из Смоленской области и Белоруссии. 1 апреля там прошел 11-й фестиваль имени Юрия Никулина. Участники приготовили для зрителей юмористические сценки, театральные комиксы, отрывки из спектаклей, цирковые номера, акробатику. Восемь коллективов показали свои лучшие выступления. В Центральной детской библиотеке Десногорска проходят мероприятия недели детской книги «Семь страниц про зверей и птиц». Каждый день на этой неделе для читателей и всех неравнодушных жителей в библиотеке проходят увлекательные мероприятия, посвященные Году экологии в России. Подробности далее. Библиотекари рассказывают детям о разных аспектах сохранения природы, о богатствах земли, водных ресурсах, животных и птицах. Особенно детям нравится состязаться на викторинах, правильно отвечая на вопросы ведущих. Мы стараемся, во-первых, обратить внимание детей на вот эти проблемы экологические, которые существуют, и, во-вторых, заинтересовать литературой, как художественной, так и литературой научно-познавательной, чтобы у детей был интерес и стимул приходить и читать. Праздничная неделя началась с познавательно-игровой программы «Спасите китов». А во вторник, 4 апреля, для учащихся младших классов, библиотекари Татьяна Линовицкая и Евгения Суханова из отдела периодики подготовили «Карусель затей» – мировая лаборатория «Водные ресурсы земли». Библиотекари рассказали о всех океанах и их обитателях. Тихий океан самый большой, самый глубокий. Северный ледовитый, самый маленький, самый холодный. Водопады замерзать могут. После викторины дети с интересом проводили опыты с водой. Завершится неделя детской книги, которую традиционно поддерживает Центральная детская библиотека Десногорска, интеллектуальным турниром «Эко-я», «Эко-мы», «Эко-мир». И в заключении наша афиша. 6 апреля с 12 до 16 часов в здании администрации Десногорска, кабинет 112, запланировано проведение выездного личного приема граждан заместителем губернатора Смоленской области Юрием Пучковым с участием уполномоченных представителей органов исполнительной власти региона. Записаться на прием можно по телефону 7 18 50. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин